Зал Казах-концерта едва вместил друзей, родственников и знакомых семи Шакеевых. Некоторых пришлось расположить в холле здания. Попрощаться с талантливым, подававшим большие надежды режиссёрам, пришли даже те, кто не знал его лично. Студенты, волонтёры и все, кто участвовал в поисках Сафара. Близкие друзья композитора Шакеева и друзья самого Сафара, с трудом сдерживая слёзы, вспоминали о его поступках и победах. Он учился в афинской школе со спартанским воспитанием. И он жил в пустыне 21 день. Из них 10 дней он жил один. Это такое задание было выпускное. Кто не проходил, не получал, отчисляли из школы. 10 дней он прожил на 5000 калорий, по 500 калорий в день. Пил из ручья воду. Почему у нас, мы думали, может он в горы как-то, ну что-то такое случилось там. Друзья Сафара вспоминают о нём, как о мужественном и в то же время чутком добром человеке. Он был по-настоящему неравнодушным. Не мог оставаться в стороне, если видел несправедливость. Очень заботливый, трудолюбивый. Безумно любил свою работу. Когда снимал ролик, этот Эко, за который он взял первое место, после него он начал очень рьяно бороться за чистоту. Мол, типа, брат, как я так снимаю такие ролики и буду сам сорить? И рядом с ним невольно начинаешь перенимать какие-то его манеры. Это кадры того самого ролика. С помощью короткометражки под названием «Любим природу, любим Казахстан» он обратился ко всем соотечественникам с призывом беречь окружающую среду. Сафар был разносторонним человеком. Творчество и спорт являлись неотъемлемой частью его жизни. Вспоминают все без исключения. Напомним, что Сафара искали более 10 дней. В последний раз его видели 16 июля около 7 часов утра возле отделения одного из банков города. 28 июля в первой половине дня тело Сафара Шакеева было найдено в русле реки Исентай. Похоронили сына известного композитора на Кенсайском кладбище.